всем привет мои золотые всем желаю хорошего дня всех вас целую люблю до луны и обратно в общем монета позвонила иду к ней будем делать сегодня колбасу кто не знает они там моя соседка мы с ней дружим уже девять лет в общем даже не как соседки как сестры мы с ней так ребятки в общем такой процесс перекрутили ливер вот здесь печень легкое сердце в общем все вместе весь ливер со нет иного этого бычка они там он чистит лук чеснок дальше чего у нас идет вот кишки но они еще чуть слегка и под замороженные на кучем они на разморозке со вчерашнего дня то есть это будет у нас колбаса даже это не колбаса это с рисом сахта тубар по всякому кто как хочет называет это этот отходы уже до этой собакам с ливера что остались видите в общем весь процесс вам покажем кишки еще раз сполоснем она и хорошо мыло хорошо чистила чистенькие прозрачные сейчас сюда пойдет у нас рис рис морковка рис ну да лук чеснок в общем все 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 покажем зажарку наверное тоже сделаем и тогда перекрутим лук и зажарку тоже сделаем так что так мои хорошие они это лук чистит тоже это ужас какой-то у меня тоже вот сейчас я я не чищу но глаза разъедает этот лук в этом году просто бешеные причем не только у нас у всех вырастет а он вырос но из-за недостатка влаги и так просто глаза в общем вылезают из орбит хочу ты с ним делай я уже кипятком поливала когда чищу это вот у меня первый раз за всю жизнь я вот так вот столкнулась а вот этим как такое возможно вот добавили сюда рис перец чу еще лук чеснок зажарка жарится зажарку тоже отправил туда кишки готовы она показывает что ты сделала привязала веке каждый кончик это вообще чем-то шпагатом она привязывала вот видите начинять будем через эту бутылку планеты нету этого чем начинять колбасу а я что не могу свою найти у нас мясорубки с ней одинаковые каждый кончик видите завязан уже доливаем воду веке потому что рисом все равно разбухнет мои водополу готовности сварили все первую колбасу набили хорошо завязала тебя в тазик складывать все первый пошел ведь только девочки пожалуйста там кто сейчас вы не так сделали вы не то этот здесь и и делают веками годами здесь уже рецепт набитый правильно правильно каждый делает по-разному а здесь вот видите все уже стандарт уже рука набита каждый знает свою эту операцию тем более здесь это явление частая скот режут часто такие вещи не в диковинку вот видите как быстро хорошо что мы и насадку эту не нашли это даже быстрее получается ненормально вон еще место есть вот видите как мы работаем сегодня под комбоем а кто ваш к этот я я ваш смотрящий и сейчас что-то делает значит значит так надо она у нас повар на все руки мастер да ищет надо сама в камеру говорит включи камеру хочу сниматься говорю хочу что у меня вся страна узнал не она у нас на самом деле вот все какие-то мероприятия это у нас айщат как айщат готовит никто так не готовит то есть она большими вот этими казанами на костре и вот я поражаюсь уже и в возрасте этот но она как давай там шуровать эти казаны и пасту делает и либжу и все чё чё она у нас только не готовит и на свадьбы что не завязали кончик знаете веревочку видите какая красота да красота да у вас алмаз на все сейчас быстренько ничего сейчас на 3 уже руку набьете и будет без сучка из-за дуринки даже культурно делаем кого конечно культурно надо как гонки как раз это набита она так хорошо а почему воду добавляли веке это потому что там рис хоть он и до полу готовности сварен он разбухнет и чтобы эти кишки не разорвало кишки взять тоже этот чего-нибудь тоже или куриную колбасу набить попробовать вот видите кишков сколько тоже грудку режешь кубиками то дым-сюдым туда все этот лук короче все спицы то и все это добавляешь и вот эта куриная колбаса получается то любую хоть любого хоть говядины делай нет почему-чего взяли хорошая толщина глянь а мне на брудка же что не толстым все третья пошла ладно девчонки встретимся счет что хочет сказать за внимание да не от наша молодец мы все любим уважаем она и в школе у нас работает и и на все руки мастер что куда у кого свадьбы у кого какие-то мероприятия на везде на подхват у нас лучше чем еще от готовит никто не готовит именно в больших объемах именно на там на большое количество людей там на 100 на 200 человек реклама реклама да так что заказывайте повара у нас приеду приедет до по ставропольскому краю вообще на раз-два качер ставропольский краю можем и втроем да как подсобниками не в таких я этих качествах не поеду я тоже повар молодцы девчонки молодцы все пойдут по моему кишки пускай идут чего куда и гибать то случилось а что случилось и какую глубокую сейчас две секунды на придет двигайте тут это таким и соседушки да дружные касается красавицы на видите как все просто быстро дружно все пришли тик-пик помогли разошлись даже соседская женщина пришла даже да вот я говорю у нас такая шутка мышца нет а этот соседки а она вообще с другого переулка и я всегда ну как бы в шутку не тоже она знает что я не серьезно я говорю так я тебя ревную ты говорю есть свой перевод там и говорю ходи нечего по моим соседям ходи пришла она уже тут на колбасе вперед меня смотрите дружи со своими соседями рады всем всем рады и тем и этим всех принимаем свою дружную компанию вот такими шпагатиками завязываем видите я сейчас разъединяю то есть каждый шпагатик расслаиваю на три четыре части вот этим мы завязываем так а это вот видите толстая кишка большая может это надо было лучше набить это надо пускай бухнет все равно это вы ее мало набили может она сузится при варке а свадьбу приводит и хорошо хорошо еще сколько это половина только дает чуть ну да только половину сделаем на весь аул хватит сварить а потом в морозилку убрать вареный а потом достаешь духовку положил в морозилку все все полопал тогда заварила я потом мы завар в этот как его обсохнет остынет морозилку достаешь и даже потом не надо не обязательно жарить кинул на сковородку и в духовку так ребятки все закончили вот что получилось в итоге поставили кастрюлю сейчас вода закипит начнем варить дальше вот это самый главный наш повар мы были его помощники не классно быстро за час за час как они то кишки два дня мыло в чем она их только не мыло и в соде и в этом подготавливала самое тяжелое кишки хорошее хорошее когда с жиром он запах все равно впитывает так все у нас вода закипела вот первых первую партию кидаем колбасы вот такой шпажка сейчас бы накалывать воздух выпускать ну с богом нет это сок пустила в воду толстую не кидай давай вот эту все наверно хватит пускай прокипит уже успеем сейчас посмотрим как первое себя ведет смотри давай еще одну и вся лаврушку тоже есть лаврушка кидаем вода так сейчас на чуть схватиться я буду прокалывать выпускать воздух так ребятки первую партию сварили вытаскиваю опаньки первый пошел второй пошел осторожно классно проварилась все еще запах вообще нету запах зайки лаврушки лаврушки то есть кишки до такой степени отмыты вообще нет запаха просто запах пряности и соли так ничего все а и щатка смотрите у нас есть смотри 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 какая балабаска у нас да да как красиво они такие привет передаю так ну все мы закончили вот смотрите вот такие плотные хорошие получились видите смотрите какие вот это вообще классно такая прикольная это у нас уже почти подостыла а эту мы только только вытащили вот последнюю в общем из всех одна у нас только лопнула это видать это выдать что выдать когда начиняли чуть не заметили идеально сварилась а по плотности прям вообще то есть то есть то как оно и должно быть вот такая она прям плотненько плотненько хорошая вот такие мы хозяюшки с анетушкой да нет уж к все ждем во всех гостях сегодня будем всех угощать все мои хорошие всем пока пока так вот это мне анетта дала колбасу вот такая шикардосная колбаска вот тоже вот палочка и вот палочка ребятки гляньте кому на руси жить хорошо смотрите вот так все утро на его целыми днями она его катает в коляске вы поняли он балдеет он вообще не встает она еще берет этот как его и по ступенькам и вот и дыхт и дыхт и дыхт и ему пофигу смотрите а пофигу он спит вот она его катает он заснет проснется думаю было бы неплохо он бы ушел нажием тайсон тебе хорошо да тебе хорошо тебе нравится как камка тебя катает да тасюнечка ты мой золотой мальчик и мой хороший котик не знаю обожаю его ни разу он такой умный он ни разу никогда нигде не нагадил всегда просится на зиму я ему горшок ставлю а когда он даже когда горшок стоит все равно просится ночью как начнет орать муж встает выпускает его в общем умный котейка такой а хищник я тебе дам что он только не ловит и кузнечики и мухи и бабочки и вообще ящерицы все 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 ползучая все ловит и кротов вытаскивает он молоденький еще он еще маленький сколько ему ему год наверное может быть даже чуть больше года я думаю что он заматереет наверно вот года в два до в три коты матерею с большими становятся у него еще вот эти кисточки он обычный котик обычный самый что ни на есть но вот эти вот кисточки у него на ушах такие прикольные вот они меня прям покорили вот эти кисточки твои я его назвал кубанец земляк мой от мамы привезла а он у мамы заблудился так кричал чтобы она его пустила она несколько дней так к нему относилась а потом он уже вообще прям начал отпусти меня и все я к тебе жить пришел и как раз мы приехали он маленьким котенком был и вот это я его привезла с кропоткина до тайсон тайсон ты мой мальчик ты мой любимка такой ты мой хороший такой да игривый мой котик а как он играться любит как он любит играться ленки чем надо как он любит любит муж его купали недавно как он любит и он все думают что он собака тут же вот эта флешка наша она у нас сучка то загуляет то всякие кобели сюда придут и он абсолютно никого не боится так он еще соседскую собаку гонит представляете типа что ты пришла сюда и вот мне кажется что он среди собак и он думает что он собака да тасямба арчи пугает до соседскую собаку общем гоняет собак здесь как хочет в общем знатный будет котейка подрастет да к нам все ходят всем у нас нравится